Привет всем, меня зовут Олег Антоненко, и это новая рубрика на моём канале, которая называется Сериалист. В этой рубрике я буду рассказывать вам про те сериалы, которые мне безумно нравятся. Думаю, это логично по названию, сериал, лист, лист тех сериалов, которые мне нравятся. Надеюсь, название неплохое, потому что я думал снимать такие видео ещё год или даже два назад. Два года назад, летом, я сидел тупо дома, и всё, что я делал, это просто смотрел сериалы. И как раз-таки в то время я подумал, блин, это же было бы так классно рассказывать всем о тех сериалах, которые тебе нравятся. Искать себе единомышленников, потому что мои друзья, они особо не увлекаются сериалами в основном. Им неинтересно со мной было это обсуждать, они говорили мне выходить из дома, хватит смотреть сериалы, это виртуальность, сериалы с тобой не сходят в магазин, я не знаю, ну что-то такое они говорили в основном. А я их не слушал, я просто смотрел сериалы и наслаждался жизнью. И вы, возможно, спросите, почему же я тогда не начал снимать все эти видео при сериалы. Дело в том, что я вообще никак не контактировал с камерой. Каждый раз, когда я смотрел просто в камеру, я не знал, о чём говорить, у меня пропадал дар... Эээ, дарречи. Какое сложное слово. Дарр... Речи. Вы поняли, наверное, да? Не хочу это повторять ещё раз. В последнее время я начал так много записывать разговорных в видео, и как-то у меня пошло дело с камерой, я её начал меньше стесняться, я даже начал жестикулировать, посмотреть на эти руки. Они впервые появляются в камере. Хотя, знаете, я иногда навожу так камеру, что кажется, будто я вот так вот весь трясусь, а на самом деле я жестикулирую, понимаете? Вот, поэтому, если вы будете смотреть мои предыдущие разговорные видео, у вас... Во многих так было, что я прям трясусь, и это выглядит безумно странно и некрасиво. Поэтому я не знаю, что делать с этим, надо просто быть нормальным блогером, хотя я не блогер. Надо быть нормальным блогером и ставить кадр нормально. А я кадр ставлю как попало, потому что не умею это делать. А надо учиться. Олег. Впервые я сделал это настолько сильно. Вы не подумайте, я не больной, просто, когда мне надо успокоиться, я себе почти очень удаю. Это, возможно, кто-то делает же, да? Мне кажется, нет. Какие-то мазохисты есть только. Что-то у меня сегодня язык прорезался, я просто говорю, говорю. А я же даже не пьяный, не пил. И когда я понял то, что мои взаимоотношения с камерой налажены, я подумал, почему бы мне не начать как раз снимать эту рубрику, которая давно уже залежалась, а я так мечтал рассказать кому-нибудь про мои любимые сериалы. И вот, наконец-таки, такая возможность у меня открылась. Поэтому, давайте начнем. Сериал Лист. Первый выпуск. Звучит как-то убого, все равно название не очень, да? Я надеюсь, вы меня простите за такую оплошность. Тема первого выпуска Сериалиста это те сериалы, которые позволяют нам стать лучше. Стать лучшей версией себя. Это довольно-таки хорошая тема. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Давайте начнем. Всем приятного просмотра. Поехали. Я нам прослал небольшой списочек. Если вы знаете какой-то из этих сериалов, то обязательно напишите в комментариях мнение об этом сериале. Если я не назвал какой-то сериал, который, вы думаете, тоже подошел под тему сериала, который позволяет нам стать лучше, то обязательно напишите его в комментариях и напишите, почему вы так думаете. Почему этот сериал помог стать вам лучше? Почему этот сериал поможет другим стать лучше? Мне будет очень интересно почитать. И я люблю сериал, поэтому я его 100% посмотрю. Или уже смотрел? Не знаю. И я начну с сериала, который я просто не мог не упомянуть. Это сериал Гли. Гли затрагивает всевозможные проблемы, с которыми может столкнуться любой абсолютно человек, не важно, сколько вам лет. Этот сериал учит вас толерантности, любить себя, не бояться выделяться среди толпы и многое другое. Это очень классный сериал. Я его безумно люблю. Наверное, один из самых моих любимых. Лично для меня этот сериал Феномен. Я обязательно буду показывать его своим детям. Я считаю, что этот сериал учит многому, чего не хватает в нынешнем обществе. Если вы не смотрели этот сериал, то обязательно посмотрите. Советую. Вот с ним не прокатайте. Хотя первый сезон, может, вам не понравится, но обязательно посмотрите и застарьте себя. И вы обязательно проникнетесь. Особенно, если вы любите музыку. И давайте приступим к следующему сериалу. Это сериал Girl Meets World. Потрясающий акцент. Молодец, Олег. Сразу хочу сказать, что это может вас напрячь, но этот сериал производства Disney. Вам, возможно, это не понравится, но я люблю сериалы Disney. Этот отличается от всех других тем, что он действительно учит чему-то. В этом сериале затрагивается также большое количество различных проблем, но, тем не менее, эти проблемы, они различны от Гли, тем, что они более проще. Можно даже сказать, что проблемы, которые обсуждаются в этом сериале, довольно-таки детские. Но, тем не менее, именно эти проблемы, они очень важны. Я для себя очень многое из этого сериала взял. Я многое осознал по-другому, что раньше мне казалось одним, теперь мне кажется другим. Так что, этот тоже сериал я буду показывать своим детям, только когда они будут чуть-чуть помладше, потому что Disney безопасно, а там уже потом в Гли, там и секс-проблемы тоже есть. Этот сериал довольно-таки простенький, его приятно смотреть, наблюдать за персонажами, чему-то учиться ещё. В общем, мне нравится, всем советую. Третий сериал, который я советую вам посмотреть, это сериал Фострая. Потрясающий сериал, заставляет посмотреть на многое с другой стороны, прививает толерантность. Там действительно всё серьёзно. То есть, в Гли это ещё как-то обыгрывается немного. В диснеевском сериале тем более. А здесь уже всё как есть, по факту. Чтобы вас заинтересовать, надо сказать, наверное, то, что там приём мышей, то, что там две мамы лесбиянки. Мне очень нравится этот сериал, конечно, не так сильно, как два, которые были до этого. В общем, всем советую, очень классный сериал, не пожалеете, а может и пожалеете, но он такой, иногда местами дефрессивненький. Четвёртый сериал, о котором я бы хотел вам рассказать, это большая буква Р. Этот сериал действительно учит ценить жизнь, относиться к ней по-другому, учит тому, как вообще справляться с потерей близких. Я никогда так много не рыдал, как на этом сериале. То есть, меня, честно говоря, наверное, всё-таки трудно вывести на эмоции, но этот сериал, просто, я взахлёб плакал. Это тяжёлый сериал, поэтому, если вы не любите вот такие прям чересчур депрессивные сериалы, лучше не смотрите, но, тем не менее, он меня многому научил. Я советую всем вам посмотреть этот сериал, сериал действительно сильный, хотя, во многом, это считается больше, как комедия. Его растянули на 4 сезона, а должен был получиться всего лишь один. Тем не менее, мне очень нравится. Надежда, вера в лучшее, провалы, потери. После просмотра этого сериала, я по-другому стал смотреть на многие вещи. Если вы посмотрите этот сериал, то обязательно напишите в комментариях вашу рецензию, мне будет очень интересно почитать, или мне просто личные сообщения напишите, мы с вами болтаем. Я рассказал вам про 4 сериала, надеюсь, что вам понравилось это видео, если это так, то я очень рад. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, относитесь к людям так же, как хотите, чтобы относились к вам. Всех люблю, всем пока. И, кстати говоря, если вы хотите ещё сериалов на эту тему, то они есть внизу в описании, так называемый бонус. Они вроде по тематике, но, тем не менее, они не дотягивают до определённой планки, то есть я не могу сказать, что после них вы действительно будете лучшей версией себя, как я сказал в начале. В комментариях напишите хэштег конфетка, если вы досмотрели до конца. Всё, всех люблю, всем пока. Шо, как начать-то? Я не могу видео. М? Шо ж так получается?